Продолжение следует... 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 Ну, вот тут, ну, извините. Уважаю, кому интересно, зайдите его почитайте, я его читала, у меня там очень много пунктов вызвали, много вопросов. И почему действительно у Павноважина по правам человека не в курсе, о чем там, ну, тогда к ней очень много вопросов. И вообще у меня очень много вопросов даже к нашим врачам. Вот у нас на страничке газеты «Город Никополь» в фейсбуке Катя Екатерина Жасминова опубликовала пост. Что в этом посте не понравилось Валентине Горяной, я не поняла. Потому что она там не призывает не вакцинироваться, она там об этом ничего не говорит. Она пишет о том, что необходимо обследование. То есть необходимо элементарно хотя бы сдать кровь, развернутый анализ крови. Необходимо, если у кого-то есть какие-то хронические заболевания, то есть пройти эти обследования. Как по мне, это логично, и это должны говорить сами врачи об этом. А не так, что, ага, у вас больное сердце, вам надо в первую очередь привиться. Вы понимаете вообще, о чем вы говорите? Врачи возьмут на себя ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка, если я пойду, уколю ему это, как они мне это говорят. Вы должны в первых рядах, вы должны уже были давно привить своего ребенка. Вы серьезно сейчас? И когда врач возмущается на этот пост, ну, извините, у меня реально возникают вопросы. Что было сказано не так? Она не называла, Катя, в своей публикации ни названия, ни призывов у нее нет. У нее призыв есть один – обследоваться. Перед тем, как колешь непонятно. Перед тем, как колешь любую прививку. Давайте вспомним, как нам делали прививки. Нашим детям. Ты приходишь к врачу, врач полностью спрашивает, болели, давно болели, чем болели. Сейчас здоров, она его слушает, смотрит, обсматривает. Если есть необходимость, отправляет на анализ. В чем разница между вот этой жижей, извините? Я не могу назвать эти образцы экспериментальные, вакцины. Можете называть меня, как хотите, но я реально не могу назвать это вакциной. Мы с тобой в начале недели были в школе, там где две школы, да? Да, школа 19 и школа... Я скажу, что такая ситуация и в других школах, как бы, ну, почти во всех. Там, ну, в действительности, я не знаю, ну, я пешком ходил в школу всегда, вот. И у нас, я не помню, может, кого-то... Ну, и мы сами всегда ходили в школу. Что, движение не такое было? Или, я не знаю, или дети не такие? Что, обязательно их возить? Ладно, вы возите их, да? Да, далеко, я больше чем уверен, что далеко, это метров 200, наверное, да, там, а то и дальше. Не, ну, пожалуйста, если есть возможность привезти, пожалуйста, привозите. Но за что? Есть стоянка возле АТБ, есть остановка, да, вот, где остановиться машину, выпустите ребенок сам. Там 10 метров, я думаю, до школы дойдет. Зачем ехать машиной под самый порог школы, не глядя на то, что дети идут другие? Ну, я не знаю, тут реально надо принимать какие-то меры, потому что, насколько, вот мы говорим, да, мы за безопасность детей поставили камеры на школы, ну, надо что-то более глобально, потому что сознательность... А глобально только сознательность должна быть у людей, ну, как бы я так вижу. Я не вижу сознательности у людей, поэтому... Что еще у нас? Что там со Святославом? На Святославу сделали операцию, да, он писал, публиковал в Мечниково, он уже в Никополе. Ну, будем надеяться, что он поправится, он у нас сильный, он нам нужен. Мы ему желаем скорейшего выздоровления. Да, я с самого начала, как только узнал, но мы не публиковали, я сразу же отзвонился Святославу, и практически каждый день с ним созваниваюсь, а то и два раза в день. И, знаете, каждый раз, когда звонил, я боялся его разбудить. Знаешь, думаю, ну, человек только-только уснул, может, а тут Артеменко звонит. Вот, как бы, ну, и боялся, чтобы не было чего-то хуже. Ну, сейчас, слава Богу, как бы, вроде бы все решается нормально и с Божьей помощью. Вот, почему-то мы, и я в том числе, ну, большинство из нас, да, верим в Бога, называть его как хотите. Ну, у каждого он свой, наверное. Вот, но именно в больнице мы его не хаем, еще где-то, когда попадаем в ситуацию, да, действительно, или переживаем за близких нам людей. Вот так что, Святослава, выздоравливай побыстрее. Что еще? Ну, я вот тут читаю комментарии, да, это опять-таки касаемо... Да, это касается уже не только детей-сирот, это касается, Виктория, всех детей. По Днепропетровской области распоряжение создать списки детей учителям школ пришло от начальника департамента образования Днепропетровской области. О, еще, наверное, в октябре месяце оно пошло по... Это про вакцинацию. Это про вакцинацию, это про вакцинацию, я отвечаю на вопрос. Чтобы директора школ составили списки, будет приезжать мобильная бригада их вакцинировать. В законе, против которого сейчас большая часть, наверное, все-таки населения Украины, 41-42, там говорится о том, что вас никто не будет спрашивать. Приедут и у Коли. Как-то так. Что еще? Ну, что еще? Вот с пятницы у нас пакеты платные ВТБ и Варуси. Ну, приняли же законно против пластика. Вот эти мелкие пакеты, маленький пакет без ручек ВТБ 9 копеек с ручками 12 копеек. Ну, соответственно, я так понимаю, что цена продуктов... Надо задать вопрос. Там вот сейчас был материал, видел, провалы и достижения городской власти за год, да. И там высказывали рост цен на проезд, там на другое. Но я хотел бы добавить, что в действительности Александр Иванович, он еще не уследил за ростом цен в АТБ, в Варусам. И вот что за беспредел вот эта цена на пакетики Александра Ивановича. Что это вообще такое? Детский сад. Ну, на самом деле, я за критику, но конструктивную. То есть, если все в городе, в Украине цены на все растут, то винить главу городского голову, да, в том, что, или депутатов, в том, что и у нас выросла, ну, как бы... Ну, вот сейчас будет повышение воды, опять цены на воду. Хотя к перевозчикам очень много вопросов, особенно хамства. Я обращаю внимание, вот, Матадора, да, что... Проведите работу. Да, вот, как ты рассказывала, что был за случай, вот, совершенно недавно? Да, хотелось бы, чтобы все-таки провели разъяснительную работу, я не знаю, свозите их в АТО этих, соберите водителей, соберите их, свозите в Чернобыль. Просто был действительно случай очень неприятный для меня, да, на моих глазах это все было. Передо мной выходил мужчина с автобуса, я не буду называть ни номер автобуса, ну, пусть это будет, наверное, на совести этого человека. И показал удостоверение чернобыльца. Как отреагировал водитель? Знаете, меня это ввело в ступор. Он просто, вот, когда человек вышел, он себе бурчал под нос оскорбления вслед этому человеку. Ну, я не понимаю, 8 гривен это большие деньги или это заработок самого водителя? Слушайте, очень хочется, чтобы установили какую-то вот эту систему, да, там, я не знаю, по проездным, по оплатой карт, без налички. Вот очень хочется, чтобы убрали наличный расчет в автобусах. Обратите внимание на выражение лица водителя, когда дети выходят с автобуса. То есть, да, городская власть отчисляет перевозчику деньги за бесплатный проезд детей. Но водителям это не нравится. И не надо, ну, вот, говорить, да, водителей нету. Нету, значит, нету. Ну, вот такое вот хамство и неуважение, ну, у меня нету слов цензурных, да, как вот там, где-то мы писали, картинку-то кидал. Скажите мне новые матерные слова, потому что предыдущие уже закончились. По поводу публикации, опять же, касаемо моего увольнения, ну, опять начинают, как бы, позор исполкому за то, что выгнали Артеменко, он вам дифирамбы пел. Ну, я ответил так, что в действительности, ну, там же я на третьем месте, да, по позору. Ну, не я, а исполком, ну, в отношении меня. И, знаете, как вот, я могу судить о том, что касается меня, да, то есть здесь правильно написана моя фамилия. И, возможно, вы считаете так, что я пою там дифирамбы, да, хотя я стараюсь говорить то, что я действительно думаю, и оно так и есть. Вот. Но человек был у нас, как бы, мы видели в ленте, что доска позора этот был в эфире, и слушал, что я говорил. До вас не доходит, что вот просто человек может взять и уволиться, да, по каким-то личным причинам, ну, вас это не касается совершенно. Нет, до вас это не доходит, до вас доходит только то, что должен держаться. И поэтому я прочитал вот этот пост, касаемо себя в третьем пункте, я предполагаю, что и два верхних, ну, так же само набор букв, ничего не имеющий с реальностью. То есть, когда вы не можете спросить, публикуете, это одно, ну, кто же плохо, да. Старайтесь проверять любую информацию, и особенно, если вы ее слышали, как минимум, это ваше лицо, доверие зрителя, читателя к вам. Ну, я, было там тоже какой-то пост, что я полгода смаковал какую-то тему, там, не знаю, там, что-то неправильно. Но, ну, всегда стараемся проверять, и до меня вот этот вопрос тоже, ткните меня носом, где я не проверил. Касаемо, что еще у нас есть? У меня только хорошее. Давай, хорошее. Я хочу о празднике. Давай. Я думаю, все никопольчане видят, как город украшается к праздникам. Знаете, я, наверное, больше своего ребенка жду Нового года, я очень люблю этот праздник. И я очень радуюсь тому, что становится очень красиво. Украсили уже аллею, да, которая на универмаге. Туда попадаешь, как в сказку. Я надеюсь, не менее будет украшена Европейская площадь, да, где стоит уже елочка-красавица. К украшению елки в этом году были привлечены школы. Школы и садики, которые сами изготавливали игрушки. Я не знаю, правда, где они, ну, на елку явно их не будут вешать, может, где-то рядышком. Но это замечательно. Замечательно, что каждый ребенок будет приходить и говорить, а это игрушка от моей школы, да, это игрушка от моего садика. И 17 декабря в 5 часов вечера будет концертно-развлекательная программа ко дню Святого Николая Миста Добра на Европейской площади. Я думаю, я оттуда проведу прямой эфир, скорее всего, в группе в Фейсбуке, так как я посещу его обязательно. И 31 декабря приглашают встречать Новый год. Будет также развлекательная новогодняя шоу-программа возле главной елки города. Свою елочку мы вам покажем позже, так как у нас ее еще нету, еще нету в продаже елки. Если кто-то уже где-то видел, пишите, так как мне уже пора. Уже пора ставить елку, уже пора ее украшать, потому что очень хочется отвлечься от всего, что сейчас происходит, хотя нас и так очень искусно отвлекают от того, что происходит у нас в стране, поэтому хочется... Да, вот опять начинают пытаться, пытаются муссировать тему музея, да, того, что там произошло. Потом еще всплыла тема, где... Ну, музей уже даже неинтересно, честно говоря. Да, рукоприкладство, значит, одного госслужащего в семье, там вообще, ну, непонятно, да, было, не было, кого он там в плен хотел взять, работников полиции не хотел. Ну, как бы, я вот с Оксаной, мы общались на эту тему, и я, опять же, проверяйте всю информацию, проверяйте все, потому что там такая мачмала начинается. Ну, а на самом деле меня, как бы, больше затрагивает то, то, что почему такое пристальное внимание к госслужащим, да, ну, или... А если бы это был обычный... Да, какая вот... То есть я работал не в госслужбе, а, например, на заводе. Да, и... Ему бы тоже было такое пристальное внимание. Предлагаю, значит, и самое интересное, что причем здесь то, что он там кричал или не кричал, что у меня крыша там Саюк и так далее, я вам признаюсь, а я, ну, вот, как выпью, так я минимум губернатор, наверное. Вот и у меня крыша там повыше, это много. Ну, это шутка, но... Вот. Причем здесь городской голова, то есть почему он его должен, ли он его уволить, не должен ли, должен ли уволить тех работников в УЗИ. Есть следственные органы, а если, допустим, все так происходило, и сейчас полицейские там вдруг, на которых он действительно нападал, там возьмут какую-то денежку или благо себе, да, какие-то, или забоятся чего-то и пойдут в отказ, ну, значит, они для этого созданы, чтобы их на каждом вызове мутузили, только деньги не надо им платить. Вот, попросту, ну, такие есть, да. Ну, к сожалению, да, полиция у нас. То есть я всегда склонен к тому, что проверять, а не на уровне слуха. Как минимум поговорить с самим домашним боксером, да, вот, с его женой, но доступа сейчас нету и желания тоже нету. Давайте меньше будем отличать госслужащих от простых, ну, не госслужащих, да, от работников заводов, там, других предприятий. Если не будем отличать, значит, давайте тогда так. Городскому голове в распорядок дня впишем, когда он должен находиться в травмопункте. Я готов подменять, но и вы нас тоже подменять. Давайте там группу какую-то съездить. Так тогда надо из полиции на выезды ездить. Зачем? Они все равно все в травмпункт. Все дороги ведут туда, в травмпункт. Ну, так а если не доходит? Ну, давайте начнем с травмы все-таки. И будем вот там вот дежурить и освещать, и возмущаться на все происходящие моменты там. Ну, я так предлагаю. Ну, подожди, а если вот зима придет, гололед будет? Тоже будет? Зачем нам городское хозяйство, там, сессии и так далее? Давайте вот тогда так. Я просто к тому, что, ну, ничем не отличается, как плохое поведение госслужащего от плохого поведения, как бы, работника завода, руководителя какого-то или частного предпринимателя. Ну, я, или же мы будем лезть в семейную жизнь, там, кто с кем разбирался или еще как. Ну, я не считаю это так. Может быть, я не прав, кидайте у меня камни, как угодно. Вот. Да, реакция должна быть, но она должна быть именно по факту. Сейчас же ждет, сколько там, 16 дней против насилия, понимаешь? Еще как бы... Я что-то, мне сейчас вспомнилось, там было на каком-то, там, что изнасиловали самого полицейского. Он приехал куда-то на вызов, по-моему. Да, где-то такое я нашел. Да, да, и было такое. Вот если это было, то я только лишь за то, чтобы у нас полиция не зарилась на какие-то блага, деньги и так далее. Вот. А действительно, у них есть камеры, если они работают, конечно. Вот. Все это заснято. Добиваться суда ждут в студии. Мы будем бороться с этим негодяем, который накинулся на полицейских. Но идти до победного конца. То есть, если я узнаю, что кто-то просто раздул при моей помощи, при нашей помощи, эту ситуацию для того, чтобы увеличить сумму, которую ему заплатят, да, вот, тогда, ну, выйдет материал такой, сколько стоит ваша совесть. Вот сами подумайте. И все. Что у нас еще? Есть комментарии? Вопросы? Комментарии, да. Безналичный расчет в транспорте. Показатель цивилизации в стране. Я абсолютно согласна с этим. По поводу, да, выздоровления Святославу. По поводу полиса страхования, Виктория, у нас люди уже перестали верить вообще чему бы то ни было. И в том числе и полисом страхования. Допустим, я в это не верю. Ну, вот, наверное, нету доверия к стране ни к чему. Ни к медицине, ни к страховой медицине. Ну, новогодние конкурсы для детей с призами будут от города. Да, да. Не могу ничего сказать, будут или нет. Наверное, что-то же будет. Вот, приходите, посмотрим вместе. А интересно, а что только для детей с призами? Я вот тоже хочу в конкурсе поучаствовать и какой-то приз получить. Но я же тоже жду этот праздник. Я тоже люблю День Святого Николая. Особенно мужчины, которые всегда остаются детьми. Могли бы так. Что у нас там? 28 минут эфира. В принципе, если вопросов больше нет, на этом будем заканчивать. До следующей субботы. В следующую субботу 18.00. Субъективное мнение. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok